Привет, волшебные наши чародейки! Третья серия, наконец-то! Вы умоляли нас, вы просили нас, но мы, как высокомерный фобос, смотрели и снимали другие вещи. Хватит! Довольно! Этой узурпатуры мы будем смотреть с вами, потому что я хочу знать продолжение. Мы не настолько глубоко в душу запали эти волшебницы, плетущие ткань с завесы, что я хочу знать, чем это все закончится. Жалко, что всего два сезона, но я бы уверяю вас, мы все посмотрим, потому что, а, это интересно, б, нету авторских прав. Этого достаточно! Достаточно! Ключ! Кстати, минус этого шикарного качества в том, что здесь нет заставки. Ну и что? Мы же послушали ее вперед. Нам не получится больше петь. Мы сильны, дружны, не дрогнет рука. Сбережем наш мир, поздно. Тут даже птицы злые. Да, они не злые, я еще раз говорю. Опять! Опять молния! Почему, кстати, во всех злых мирах всегда молния и темно? Ну что, а как иначе? Типа природа ополчилась. Плохой район. Это как в этом, король лев. Король лев, это настолько кретинский подход, как какой-то лев, который стал главой стаи, может управлять погодой вокруг. Почему все засохло? Да, когда душа. Почему все, вода высохла? Пришел Симба и все расцвело. Гены что, всю траву сожрали? Но, это может быть объяснимо, что лев, да, который владел этими территориями, да, они же отвечали за этот, вот, он как бы был плохим правителем и расточительно относился ко всем ресурсам. И они закончились. Пришел Симба и ресурсы снова появились. Князь Фомас, после побега к Алибо мы нашли вот это. Либо он взломал замок, либо у него был единственный ключ, который странным образом исчез. Но они тупые, эти орки. Ключ может быть не единственный. Мы все видели этот ключ. Тубликат можно делать. Его можно было воткнуть в кусок мыла, потом как-нибудь оловом расплавить. Так он-то воткнул в хлеб и... Я говорю про то, что можно было сделать дубликат ключа. Вон, сходить, там мужики делают. Так что, этот синий чел, получается, он тоже из этих восставших? Я думаю, что синий чел, это вообще сын... Отца-дочери. Сын отца-дочери, который в самой первой серии нападал вместе с этим челом. А, его сын или его отец? А, его отец, того сына, который вначале бочки помогал расплавить. Я ничего не помню, поэтому... Я все помню, как будто это вчера было. Как будто я эти бочки оттуда вытаскивал. Нет, я имею в виду продолжения не помню. О, нет, нам напоминать было, как это все было. Два часа. Вот как они открыли дверцу эту? Ты уже спрашивал, по-моему. Нет. Или да? Как они ее открыли? Автоматизированное что-то. Орки не могут, блин, еду раздобыть. Но технология открытия дверных люков... Тебе понравится жизнь вьян и изменник. А запирал замок на ключ ватек. Он предатель. Что ты? Я, наверное, потерял ключ во время битвы. Какие гениальные актеры дубляжа. Я вот правда думаю, это просто богом поцелованные люди. Вот я, смотри. Вот это Валтер. Я просто похож на бомжа какого-то. Кровь из ушей идет. Мне слушать противно. А вот эти люди, посмотри. Ну, это профессионалы. Один человек озвучивает и добрых орков, и злых орков, и еще девушку молоденькую. Кстати, видели, как Инстасамка очень классно озвучила какой-то мультик? Я не смотрела, но я видела отрывки в ТикТоке. И прям, прям так прикольно. Сейчас пошли сигнал со своим подписчикам. Здесь нет сигнала. Как это так нет сигнала? Никто не напишет мне? Никто не напишет мне. Вовремя. Если ватек не обманул нас, то ключ все еще здесь. Обыскать замок. Ватек? Простите, ватек звучит как название каких-то, не знаю, прокладок. Ватек или ватекс. Или там ватек. Ну, скажи ватек. Да, да. Слушай. Начну и прокладки ватек. Простите. Простите, кто ими пользуется. За что я прошу прощения, да? Да, это же нормально. Да, это же нормально. Да, это же нормально. Опять? А сейчас какая причина? Просто по фану. Нет, мне кажется, он это вообще никак не контролирует. У него просто в спине начинает колоть. И все. Типа вот эта вот реклама. Коржину фруктов набрала. Это как-то прикрепило. Я объясню. Да уж, пожалуйста. Какой-то гель от спины. Реклама какого-то. Ох, спина. Китанал крем уменьшает боль. Вот, послушай. Корзину фруктов собрала. Китанал скорей дыла. Сам марафон потом бежал. Ему дала я китанал. Блин, ну ребят, уже ну сколько. Мы смотрим третью серию. Меня это уже заколебало. А прикинь, как Фобоса. Да, Фобос и каждый раз. Причем вообще этот Фобос отдельный. Он, кстати, всегда сидит. Да, мне кажется, у него геморрой уже развился. Постоянно. Он встать не может. А вдруг Фобос инвалид? Нет, он пророс корнями в это дерево. С уж деревом, он на дереве сидит. Тебе будет лучше, друг Ваток, если ключ найдется. А что, в чем проблема так не сказать, когда ты рядом с ним был? А знаешь, что? У меня есть теория. Хочу выслушать. На самом деле, этот Седрик Дигари. Седрик, его никто не воспринимал серьезно с детства. Все его игнорировали. Все, что он говорил. Он такой красивенький, смазливый такой. Да, но все, что он говорил, люди мимо ушей. Типа, его слово не имело вес вообще никогда с самого детства. И тут он получил дар превращения. И он такой, блин. Когда аргументы заканчиваются, он такой, чтобы веса добавить. Да, все, что пытается донести, говорит в образе змея. Потому что из его воспоминаний детских, что никто не обратит на его слова внимания. Слушайте, реально, у чувака, у Седрика, биполярочка, вспоминайте, когда он в человеческой форме. Вон мой повелитель, конец. Ну, типа, вот весь такой. Он, короче, стелется. А потом он проорется. И все, и он уже. В Ликене он так и на Фобусе орет. Да. Мой любимый город. Почему это еще не снесли? Почему должны были снести? Ну, везде все застроили, и тут одна деревянная стоит будка. Типа, застояние общественности. Какой общественности? Китайской. Не будь ты таким занудой. Отпадный прикид. Не панталоны, а палатка. Зачем мне костюм, в котором я вылитый клоун? Так носит. А ты должен сойти за местного. Ну, нет. Я должен совсем другой. Сражаться с Фобосом в королевство Меридиан. И найти законного наследника. Ему, короче, пропаганда мозги промыла, и он такой, я должен. На миссию заточен, на какую-то вот и патриотичную. Вот человек просто настолько узкий. Мир он не искусственный видел, ничего не видел. Одежды нормальные не видел. Ну и здесь, наверное, здесь тоже он не видит нормальной одежды. Не понимаю, во что он его одевает. Ни одежки, ни зары. Блин, мы станем как он. Здесь в вашем мире шутовских нарядов. О, Калев. Красавец. Просто холера. Чума, бабуля. Подожди, Толь. Бабуля пыталась подкатить. Вова, Вова, Чума. Помнишь это? Вова, Вова, Чума. Вова, Вова, Чума. Такая песня была. Что ты слушала? Фабрику звезд. Стоп, стоп. Я окунаюсь воспоминания. Я помню. Вову? Да, Чума, что-то было. Там типа, круто ты попал на Ти-Ви. Ой, все, пожалуйста. Ты звезда. Это я точно помню. Будет. О, это классный лук. А Хайли, получается, за моду шарит. Ну ладно, может не шарит, но шить умеет. Ты видела у нее вот этот вот перстень модельера? Да, да, да. Могущественное оружие с иголками. Так только модельера носит. Сажаться, одетый в парашют. Ау! Прости, это колено? А где твой маленький меридианский дружок? Его зовут Бланк, и он мне не друг. Где бы он ни был, наверняка он строит козни. А в чем прикол ему шить одежду, если можно просто купить? Если можно просто его отправить на меридиан обратно. Что он здесь делает, реально? Его задача с Фобосом сражаться. Подожди, ладно, стой. Есть же секонд. Можно его в секонд отвезти и задеть его. Зачем шить? Ну, типа, блин, Хайлин хочет потренироваться на нем, не знаю. Слушай, а есть в Америке секонд? Там ферст. Да, там все ферст. Не смешная, что ли, шутка? Да нет, смешная. Да смейся! Да нет, правда смешная, глубокая. Ты долго паузу тянул. Прости, она правда классная. Не, вообще без шуток. Картошка! Фрукт! Деликатес! Хе-хе! Да! И? Волшебная бечевка! Видал? Она совсем не кончаться! Денег нет, но сестра убирает в замке. Я могу добыть свежие сплетни. А почему он столько прикольных вещей наворовал? Он земли наворовал и привез меридиан обратно. Два вопроса. Как он обратно вернулся, если порталы такая большая редкость? Да, кстати, порталы же не каждый день, ну, как бы, они по щелчку открываются. То есть он успел как минимум несколько раз мотнуться туда и обратно для того, чтобы поторговаться немножечко. Ну, ладно. И что это у него на башке? Это что, лифак? Да. Это реально лифчик. Поразительно. Хотел сказать взрослый мультик, а потом я такой, а что тут такого взрослого в лифчике? Ну, да, это лифчик. Что в нём такого? Почему это должно вызывать во мне смех? У тебя это смех вызывает? Нет, нет, ни в коем случае. Лифчик — это боль. Я всегда говорила, что это страдания. Да, лифчик — это стрёмно. Это женские тиски. Это инструмент порабощения. Да. Именно затычка в уши. А-а-а, красивая шапочка. Реально лифак? Да, лифак. Зацени, полный Оли с перепрыгом. Слушай, он похож на чувака, который ловил покемонов. Я не помню, как его зовут. Я не смотрела никогда покемонов. Я тоже. И я этот вообще прикол никогда не мог выкупить. Это ты? Хочешь, Фракт? А-а-а, откуда узнал, что я зуб? Это ж не фрукт, это... Ну что, ломтик? Картошка фри. А-а-а, да. Которая тоже покинула Россию. Бланк много знать. Бланк знать большой секрет. Деньги же секрет. О-о-о-о, заползенный. Хорошо. Даром, даром. Ватек, беда. Ключ пропал. Будь беда. Ключ от кандалов? Не может быть. Я сунул его в тайне, как мы условились. Подожди, он ему сказал, что пропал ключ. Ну. Ну. А, все, я понял. Ватек должен был забрать ключ. Да, я понимаю, дебил. Я просто потерялся в линии. Забыл, что в начале в самом... Там был замес с ключом. Да, да. Они, видимо, договорились. А что они договорились? С кандалы тоже... А, ну да, кандалы поднимать с земли. Улику эту убирать. Легче с ключом, конечно. В целом, продумано. Неплохо. Ключ нашелся. Это ж награда. Ты украл ключ? Ладно, не подумал. А какая ему выгода от того, что он ключ украл? Да он просто все попало, берет. Вдруг пригодится. Типа вообще без разницы. Полный рандом. Че блестит, то и берет. Вот максимально неуспешный контрабандист. Максимально. Ватек спас мне жизнь. Если не вернуть ключ, его убьют. Прикинь, он такой, я спасу тебя, Ватек. Приходит в замок, увидит этого Седрика, отдает ему ключ. Ватек ни в чем не виноват. Отпустите их. Вот, у меня есть ключ. Это я его украл. Их обоих казнят. Ну, не очень глупый. Ой, это их велосипеды. Лучше бы остались дома. Там тепло. Клубы. И нет мышей. В животе бурчит. Сейчас бы пончик съесть. Мыши боятся нас больше, чем мы их. Верно? Меня-то боятся. А за тебя не поручилось бы. Нет, мышам и пончикам. Пора за работу. Надо начинать. Дадим жару. Где-то жарят? Слушай, на этот раз они молодцы. Отошли чуть подальше. Да, да. Они в первый раз вообще под мостом. Но справедливости ради, надо сказать, что они тогда не очень понимали, какие у них суперсилы. Поэтому моста хватит. Сейчас они понимают, что опасные. Надо подальше отъехать. Кражницы в бою! Ого! Кстати, да, нам говорили, то ли в комментариях писали, то ли мне писали, что девочки становятся более женственными, когда превращаются. То есть до этого у них такое тело подростка, а когда они превращаются... Нет, их просто раздели. Вот тебе и женственность. Нет, вообще формы у них другие. То есть давай посмотрим после того, как они снова станут обычными девочками, посмотрим на их тело. То есть оно будет не такое выразительное. Это нормально? Ну, это... Они голые или это какая-то ткань очень облегающая? Ткань, я не знаю. Что это такое? Просто это свет, мне кажется, просто какой-то. Ну смотри, они одинакового цвета. Похоже, что это тело. То есть у этих... У них нет сосков. Они действительно избраны. И пудков. Они избраны, смотрите, это генетически выведенные чародейки. Ну, вообще говорили, что это по комиксу, так что они... Они не могут давать потомство, у них нету сосков. Ой, да. Как тогда у Хайлин есть бабушка, которая тоже, блин, чародейка. Что бабушка? Что бабушка? Это бабушка просто её приютила. Она тоже чародейка. Она её приютила из детдома этих всяких чародеев. Как это часто бывает? Ладно. Смотрите, иначе это никак не объяснить отсутствие сосочков. И пупочков тоже нет. Да, Саш, это мультик, поэтому они делают это всё вот так вот. Нет, это продуманный мультик, я тебе говорю. Они искусственно созданы. Ладно, всё, окей, окей. Смотри. Я даже не припеваю, они просто идут. Каждая говорит свою силу. Да, я чуть-чуть. И он такая. Я всем дала жизнь. Да, реально, она ничего не говорит. У неё пока нет силы. Семья! А если случайно не то сказать? Помидор. Ну да. Понты. А, Хайлин, вот почему она так хорошо летает. Она же воздух. Она воздух. Гениально. Она же может с тебя толкать взад. Хайлин, Хайлин моя самая любимая чародейка, правда. Она такая миленькая, такая хорошенькая, такая нетоксичная. Вот просто смотришь на неё и почему-то на душе тепло становится. Она, она Лена из ранеток. То есть с типажей у них похожи. Вполне может быть. И вообще мне нравится её лук. Мне очень нравятся платьюшки. Ну, у неё не платьюшка, у неё разрез на бедре. Ну, да, на самом деле мне больше всего нравится её лук. Ну, точнее, Корнелия и её. Потому что они оба такие. Ну, они реально прикольные. Длинные. Её армянская версия. Блин, прикинь, как было бы удобно, если у тебя был такой нос. У тебя генетически не повезло, хотя у тебя есть предрасположенность. Очки бы очень удобно висели. Прямо сразу в гордон. На самом деле, наоборот, мешают. Да? Наверное, мне так кажется. Нет, давай сделаем операцию. Нет, спасибо, у меня на редкость прямой нос. Давай сделаем тебе горбинку. Нет! Спасибо за носик. Корнелия с кривым носом. Увестно! Спасибо, я тронута. Давайте на секундочку. Это всё рыбы, это живые существа. Существа, которых они должны спасать. Любая жизнь, как вы считаете, достойна жить. Блин, реально рыба. Или только, ну, просто какие-то абстрактные люди. И сейчас на берег выкинет, и они сдохнут. Ну да. Вот чем гипотетически человек, с которым они, ничего общего у них нету, там, с какого-то квартала, который 100% нападёт какое-то чудище в конце, и они будут сражаться, как иначе, ценнее, чем, вот, допустим, рыбка. И 10 тысяч рыб, которых они выкинули. Эх. Двойная серая мораль. Каждая жизнь ценна, ребятки. Крабы! Тренировка прошла неплохо. Согласны? Крабы распугали летучих мышей. Ой, у меня что-то ползает по шее. Если скажу, обещаешь не визжать? Тогда это волос. Как можно было не почувствовать угря у себя в спине? У меня аж кажется, что ползёт по мне тоже. Вы же ещё не видели новый прикидкалиба. Я хочу предложить ему шикарную ретро-косуху. Если будете держать его за руки, то я... Девочки, ужасное известие. Угарь, который был на тарне ядовитый? Угарь? Каля поисчез. Боюсь, что он вернулся в Меридиан. А ведь он там и должен быть. Ему-то, собственно, здесь делать нечего. Реально, это его мир. Что удивительного? Ушёл домой. Чё, бабка, пригрусти поприривно? Она... Она, короче, вспомнила своего краша о юности. Ты сейчас с дневников вампиров пытаешься сравнивать. Какого-нибудь Томаса. И они очень похожи от Калеба. Прикинь, у бабки реально. Нам этот персонаж, он такой неоднозначный. Будем к нему постоянно возвращаться. У неё свои гештальты, своя история, своя какая-то незакрытая линия любви. Да, у неё то сто процентов был какой-то в столе несбывшийся. И она расстроена. Она хотела бы с ним. Такая... Ну, прикинь, бабка такая. С Калеба? Ну, типа, ну, сейчас она... Она, знаешь, она не просто как бы... Она заходит с позиции внучка. Ну, внучок... Вот, покушай чай. Покушай чай. Нет, короче, смотри. Попей. Нет, отзывай меня. Смотри. На самом деле нет. У неё была лавстори с Седриком. Слушай, подожди. Я прости. До того, как он превратился. Ну, он не всегда был змеем. Он был хорошим, добрым мальчиком. И они мутили. Но потом Седрик решил всё-таки выбрать сторону зла Фобоса. И превратился в змея, да. И им пришлось расстаться, потому что у них разные политические взгляды. Прикол. И всё. И, блин. И теперь Седрик каждый раз страдает. Такой... Это было смешно. Пиццу. Что за запах? Так воняло в тот раз, когда пропали чипсы. Блин, он же воняет. Он маленький, воняет, шкодил. А почему он воняет? Не моется, Рубин. Почему? Ну, ответ простой. Необразованное средневековье там вокруг этого замка. Банк! С чего он объявился? Калибон не друг. Он никому не друг. Но куда-то ему надо деться. Кажется, я знаю, где искать монстрика. Но придётся превращаться в фей. То есть в стражниц. Я-то надеялась, что на сегодня превращения закончены. Хватит трусить. Там, куда нырнём, нет ни мышей, ни угрей, ни крабов. Слушай, какой отстой, если одна из них не захочет быть стражницей. Да. Ну, она, допустим, выбирает семью. Говорит, я хочу завести ребёнка. Ну, это как-то, мне кажется, можно настроить. Да как ты настроишь? Всё, ты подвязана. Ты всё, ты не можешь выбраться из этого клуба. Отказываешься как-то от сил. Даже русалки могли от сил отказываться. Раз в сто лет когда-то в какую-то необыкновенную луну. Нет, реально, ты стражница завесы. Ты генетическая машина, запрограммированная штопать эту завесу. И ты влюбляешься в кого-то, какого-то мальчика в школе. А у тебя же нет сосков, ты не можешь скормить грудью. Да есть у них всё. И получается, что она даже ребёнка не может. Ей надо его усыновлять. А потом он понимает, что мать ему не мать. И потом через 20 лет скитаний и пытаний пристроиться к этой обычной жизни, она возвращается опять в строй. Всё ты сказал. Ты всё сказал. Это было бы классно. Ты всё сказал. Да всё, я заткнулся, извините. Куда они прилетели? Что вы имеете против сухих и светлых помещений? Сокровище! Да, да! Посвети! Сошла всё. Стражницы! Во что это ты одет? О, шейк! Бланкводник! Нет, нет! Портал! Тайна! Но Калибу ты показал. Он платить. Какой наряд! Как ты вообще порталы отыски... Калиб голый пошёл. Он одежду отдал. Калиб пошёл в портал голым. Нет, смотри, нам сейчас раскроют, какой этот маленький чудик открывает порталы. Бланк знать точно! Бланк нюхач! Нюхачи чую! Фу! Не только чуют, но и пахнут! Нюх на портал польза для бизнесмен! Если и вам покажу, вы закроете! Если не закроем, в наш мир проникнет зло! Как колпачок на пасту надеть? Ну, тебе не понять, ты же, наверное, зубы в жизни не чистил. Почему ты в этой одежде? Бланк долго торговаться! Вот как! Бланк сильно обломался. Я шила это для Калиба. Встречу пожалеет, что Фобос не нашёл его пенку! Знаешь, что с этими порталами стрёмно? То, что в них может провалиться вообще абсолютно любой чувак. Да. Любое зло. Ну, добро, зло, покрышка, кожура от банана, всё что угодно. Таксист. Красота! Гроты с мышами, проулок с крысами. Теперь ещё и канализация. Почему здесь всегда темно? Разница во времени. Зло на пять часов впереди нас. Лягушонок шмыгнул в тус... Что? Мы отвечали на вопрос? Мы думали, почему там реально всё время темно? Ну, кстати, да. В таких всегда сериалах, где зло, там всегда темно. И почему-то молнии страшно, и дождь всегда идёт. Да. Оказывается, зло на пять часов раньше. Как это связано? Что за часовые пояса? Типа дня там нету, что ли? Что, зло хантамансиск? Бред. Эй! Это шёлк ручной работы! Не вздумай спортить! Обычная футболка. Что за шёлк ручной работы? Послушай, послушай, мультик упускает некоторые диктали, ну, типа дитэль. Дитэль. Смотри, какой фабрик. Кстати, об одежде. Крылья привлекают внимание. Правда, нам надо что-нибудь накинуть. Олдорн, ты напугал до мурашек. Извини, Калек. Они повсюду ищут тебя. Стоп, он разве в самом начале не был синего цвета? Да, он был синего цвета. Как он поменял цвет? Может, мы путаем с тем? Ну... Или это освещение такое, он сейчас зелёный. Да, но и освещение одинаково должно тогда менять цвет и на калибе. Тебе удалось побывать на земле. Ну и как там? Молодёжь на досках с колёсами делает полный оли с перепрыгом. Да, и ещё они через слово вставляют типа. Непонятно зачем. Звучит здорово. Конечно, всё что угодно, кроме дождя, будет звучать здорово. Блин, на самом деле, получается, раньше тоже говорили слово типа, как паразит. Просто у меня это слово появилось в этом году. Я за собой замечаю и очень часто говорю типа. «Через два часа, если ключ не найдётся, я займу твоё место, а ты сгинешь в бездне в компании с крысами!» «А нет денег, нет плащей!» «Чай на нитке! Махнём!» «Вкусно!» «Не махнём! Я уже в убытке купил вас дров, они сырые и не горят!» «Так мы же волшебницы, добрые феи!» «Огонь!» «Сожжём!» «Если высушим дрова, плащи получим?» «Да как их высушить?» «И они опять намокли!» «Дождь тоже идёт!» «Дождь тоже идёт!» «А бельё после стирки можешь высушить?» «Олдерн, я должен кое-что подбросить в замок!» «Немыслимо! Без помощи стражниц туда не проникнуть!» «А вы что здесь забыли?» «Об этом позже! Почему ты в дурацких тряпках?» «Кайф!» «Она такая миленькая, эта Хайлин! Почему в дурацких тряпках?» «Да не, Хайлин реально милота просто» «Причём она никак, он же ей не нравится, она просто...» «Да, да, да, по-дружески!» «Да, ей просто неприятно, она такая милашка!» «Чё, устроить полный Олли с перепрыгом? Вечерком?» «Что?» «Я вас сюда не звал! Я решу свои дела! Не украдён ключ! Меня бы тут не было!» «Ты хочешь сказать, что во всём виноват этот зелёный чудик?» «Точняк!» «Точняк? Твоя речь, типа, изменилась, Калеб!» «И куда вы не слышите?» «Он начал говорить слово «типа!» «Они оба подростки, да? И, типа, в этом мире...» «Типа!» «По пятнадцать лет!» «Точнее спросить, от кого!» «Эй, вернитесь!» «Калеб, коду! Эм, господин, скажите, какой у вас размерчик?» «Ты! Где подорожная?» «Стражницы!» «Огонь!» «Гелия!» 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 «Она его просто воздуху может перемолоть, ты понимаешь?» «Если очень сильно и быстро, то да» «Реально! Просто в труху все кости перемолоть» «Трэш!» «Чуть-чуть градуса им сил подбавить, и они могут просто убивать налево и направо» «Опять же вспоминаем, эти орки безработные, они идут на единственную оплачиваемую работу» «Сено для конюшен Фобуса» «Сено для конюшен Фобуса» «Так легко проникнуть, нет никакого досмотра» «Палка не тыкают!» «Почему не тыкают палками?» «Да, вилами сразу» «Всегда тыкали палками, вилы для этого всегда были вилы» «Ну, ладно, опять же, орки не самые умные люди» «Или, или, 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 или» «Они реально хотят саботировать власть» «Если смотреть на это под таким углом, тогда их факапы, они не хотят сражаться» «Почему они так влёгкую проигрывают какому-то пятнадцатилетнему чибрику?» «Почему они не досматривают, не проверяют?» «Потому что они на самом деле подсознательно хотят, чтобы у этих мятежников всё получилось» «Да я не думаю, что это вопрос уже в осознанной форме» «Ну, сознательно, хорошо» «Ключ так и не найден! Ты ведь не ждал иного! Настал твой час!» «Он похож на какого-то Цунтуриона римского» «Как будто с него референс писали, очень похож на обычного начальника» «Жидковатое место!» «Они говорили, без стражниц мы никак не проникнем в замок» «А что сделали стражницы?» «Так он и так проник с помощью сена! Зачем ему стражницы нужны были?» «Реально, это они проникли с помощью него» «Да» «Что-то пошло наоборот» «Валим, пока не засекли» «Ага, простая задача с пятью девчонками в обозе» «Эй!» «Да зачем он их с собой взял тогда» «Зачем ты взял их с собой» «Я вообще не могу, этот замок реально проходной двор» «Его, ну не знаю, опасность переоценена однозначно» «Он тогда забрался в него в легкую» «Сейчас» «Я говорю, там внутренний саботаж у всех, никто не хочет» «Сто процентов» «Мы тебе не балласт, мистер геройский герой» «Тш, лучше бы я взял мешок орущих кошек» «Ай, все, тело чешется» «Так, это тот самый кровосос, что я подумала» «Все, не продолжай» «А то криктора не услышит в нашей школе» «Надеюсь, на мне надета натуральная шерсть или лен» «Не знаю, в чем дело, но от синтетики у меня жутко» «А да, наверное, даже не было ничего» «Всё, не важно,anzaлая шерсть или лев» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а» «Ха-а-а-а-а-а» Извини. Классный. Классный. Нет, стол лучше. Он же деревянный. Стоп, минуточку. Если она может так управлять древесиной? Ну да, почему нет? Так можно замок вообще здесь разрушить. Так он не из дерева. Ну там есть же опалки, ну то есть опалубки и все такое. Ладно, хорошо, подожди, стоп, а кто у нас землей? Землей же она управляет. Да. Так она получается может и... Дерево это земля. Ну ладно, а камень не земля? Земля, потому что она и камнем управляет. Там вот такое вот основание. Реально победить как будто вообще не сложно. Сейчас кое-кому подрежем крылья. Толик на одного. Ирма, Кайлин, закругляемся, пора! Они убили стол, он был так не милым. Я знаю, почему ты начала переживать за стол. Почему? Он очень похож на ковер самолета из Аладдина. Да-а-а-а, да-а-а! Ну, это просто обычный деревянный стол. Не могу, они мертвы все. Ну, ничего страшного. После такой гриогеники ты не выживешь. Заледенели. Ладно, мы выиграли минут 10. Реально, почему в мультиках на все время показывали, что если кто-то заледенел, то он остается живой. Да, есть такая система там у лягушек, у еще нескольких животных. Нет, вообще даже людей вроде. Ну, пока это не доказано, что если... Это называется криогеника, и это невозможно. Криогеника, да. Кстати, объясню, почему это невозможно. У тебя мозг, в нем очень большое количество тонких соединений и воды. Когда, ну, резкое замерзание, ты знаешь, что вода расширяется, когда замерзает, и он начинает рвать все ткани и сосуды. И когда ты обратно его размораживаешь, ну, во-первых, ты умираешь, ты уже ничего с этим сделать не можешь. А во-вторых, вся твоя структура мозга тоже разрушается. Это просто, ну, ну, я не знаю, замороженный кусок мозга. Быстро! Короче, они убили. Говорят, туда падаешь вечность. Нам-то не проверить, а ты узнаешь. Привет от меня дохлым мятежникам! А привет ты сам передашь! Ты сонный. Не говоря уже, что страшный. Пока-пока, козлиная нога. Колесо! Тише, тише, тише. Мой добрый друг Ватек, а это стражница Завеса. Привет! Здравствуйте! На повстанца ты точно не потянешь. Эс, спасибо. Я принес ключ. Слишком поздно. Они обыскали все и не нашли ключ. Теперь эта находка меня уже не спасет. А может спасет. У меня идея. Зови на помощь. Что? Ну, то есть, они все уже знают, что стражницы в замке. И, допустим, он с ними, раз уж он повстанет заодно, они могут, что бы они ни сделали, но подложат они ключ, куда бы угодно. Нет, они все еще не знают, что он с стражницами заодно. Откуда они должны это знать? Ну, стражницы, ну, давай, на гипотетической стороне добра. Повстанцы, которые воюют с этой орденом зла, тоже на гипотетической стороне добра. Но, что это ватекс, он же не факт, что на стороне добра. Ватекс, это правильно? Нет, я не помню. Ватекс? Я не помню, как его зовут. Вата, вата. Прокладки эти, как они? Вата, вата. Караул! Стража! Дай ключ. Стража! Стража! Сюда! Лежи и не шевелись. Стража! Стража! Хватайте! Видишь, она может управлять камнями. Камнями, да. Ну, это земля, это нормальное тело. Я еще раз говорю. А, что она может сам это снести? Да, вообще в легкую. Ну, пока и не хватает, мне кажется, сил. Надо налогчиться. Каждый день приходи туда и по чуть-чуть. И подпиливай. Обыскать туннель! О, они заставили нас в разблох. Хотели выручить изменника. Тогда почему ватек остался? И почему он поднял тревогу? Нет! Я! Это не я! Веди его к обосу! Кайф! Вот это подстава! Ему бошку сушить. Какие красивые сейчас были сценарные сюжетики. Классный твист! Во! Вот так, ребят! Во! Вот так вот! Во! Вот так вот! Вот так вот! Все хорошо! Во! Все хорошо! И, ватек, неси службу! Ватек! Я пытался быть смеяться как они. Мыши, крабы, крысы. А теперь еще и блохи! Ой! Как в любой школе появляются какие-то блохастые... Шивые! И вас всех начинают обрабатывать. Блин! У нас в школе была одна девчонка. Как это было стыдно! Как это было стыдно! А хотя подумай, что тут такого стыдного? Ну, завелись у тебя животные на голове. И что теперь? Сломаться, что ли? Ну, высоя ты теперь. И что теперь? Тебе сбревали? Мне нет, одноклассница. Куда делась Хаин? Я говорю, не могут сместиться. Я сомневалась, пойдет ли твоему оттенку кожи. Но я права! Твой стиль весна, а не осень. Вроде здоровой изюмины. Калибр-завистник! Бланк-бомба! Класс! Эй! Ты соединяйся! Я говорю! Она подкатывает калибр-завистник. Это я тебе говорю. Блин, прикол! Очень круто. Вот всегда есть какие-то стрёмные истории, когда деды, там, к внучкам, там, были, они-то перемели, короче, были всякие разные приколы. А мы никогда не слышали, чтобы бабка соблазнила какого-то молодого парня. Не, почему слышали? Да, есть такие истории. В фильме Брюс Семагуси, или не помню, в каком-то фильме, где играет Джим Керри. Ну, Джим Керри... Не, ну, правда, вот какой-то драматичный фильм. На серьёзных щах. А-а-а, чтец. Где бабка реально на полном серьёзе. Она не бабка, но она была старше него лет на 30, не знаю. Не, именно прям бабка. Да отстань! Неужели здесь все спятили? Нет. Хочу надеяться, что только девочки. А она ему неплохую футболочку из пулбир подогнала. Смотри, какая прикольная тема. И штанишки, кстати. Он теперь модненький. Да. Что я хочу отметить? Ой, классная серия. А на самом деле персонажи очень живые и настоящие. Вот именно девочки, они не такие, не кукольные. Они прям вот живые, классные девочки, классные персонажи. Если, ну, сериал не свалится в какую-то фигню, не свалится в какую-то ересь, с удовольствием досмотрю это до конца, потому что, честно говоря, мне очень нравится. Есть характер, есть предпочтение у них. Да, если есть, если есть в этом какой-то сюжетный, рациональное зерно. Но сегодня, кстати, не так много сюжета было. Ну, не, мне понравилось. Ну, пока разгоняем третий. Если там на десятый или на какой-то не будет сюжета, ну, тогда уже будет грустно, ребятки. Ладно, напишите, что вы думаете. Напишите свои гипотезы, свои теории, свои идеи. Мы все внимательно, как вы видите, читаем и отвечаем на каждый комментарий. Подписывайтесь. Стараемся. Потому что монетизации у нас нету. Есть только вы в большем количестве, которые... Я, кстати, пока мы смотрели реакцию, пришло сообщение нам в чат, в телегу, что YouTube закрывают в ближайшее время. Да, ребят, поставьте себе VPN. Это будет, наверное, нам всем полезно. Да, пожалуйста. Потому что Инсту уже заблокировали. Инсту работает с VPN, поэтому YouTube, скорее всего, тоже будет работать. Но я так понимаю, те, которые уже столкнули, словили бан по Инсте, нашли, как заходить в Инсту, находить VPN. Мы вам ничего советовать не будем. Какой конкретно? Выбирайте их тьма. Ну, короче, любой платный, и он как бы правильный. В телегу могу скинуть тот, которым я пользуюсь. Пока все ок. В комментариях писала девочка, которая такая, я забыла включить. Да ладно, не парьтесь, на самом деле, по этому поводу. Но если вам не сложно, мы будем бесконечно благодарны. В смысле сложно, не сложно. В любом случае сейчас все будут сидеть через интерьер. А, ну если заблокируют, то да. Но я имею в виду, пока не заблокировали. Да, не парьтесь. Хотя, возможно, когда это видео выйдет, то уже... Оно не выйдет. Все, ребятки, обязательно будем смотреть четвертую серию. Всем пока. Нас, кстати, заметил, как темно стало.